Сегодня мы сообщаем подробности визита в Ухту главы Коми. Центральной темой его повестки, напомним, стал ход выполнения программы переселения из ветхого аварийного жилья. Сейчас здесь подходит к завершению третий этап, при этом серьезных доработок требуют и два предыдущих. Как выяснилось, из-за проектных решений уже в новых шести домах выявлены неисправности в работе газовых колонок. Впрочем, затронуты и темы благоустройства, ремонта объектов социально-культурной сферы всего города. Любовь Лапина сообщит детали. Свой визит в Ухту глава сразу начинает с инспекции стройплощадок. В рамках программы переселения в поселках Витлосян и ОРМЗ завершается возведение двух жилых многоквартирных домов. Заканчиваем сейчас работы по благораживанию балконов. Входа вот доделываем с входными группами. Три подъезда уже у нас полностью прописки, ну полностью готовы, можем пройти. Здесь первый этаж, он у нас как склад был, обоих клеем, длинномер. Как отчитывается мэр Ухты, готовность дома Витлосяни 95%. Сейчас выполняются строительно-монтажные работы. Основные коммуникации подведены, всего через неделю будет подключен и газ. Полностью завершить работы на этом доме местные власти планируют до конца марта. Сергей Гапликов, осматривая планировку, поручает пригласить для осмотра и будущих новоселов. Такой же подход должен быть и на другом объекте, 34-квартирном доме по улице Печорской. Он возводится в рамках четвертого этапа. Готовность на сегодня 81%. Завершить работу предполагается в апреле. Сделать все необходимое, чтобы все работы закончили, провести комиссию. И все соответствующие документы до 30-го числа должны быть. До 30-го года? Губернатор ставит задачу максимально сжатой сроки и устранить все недоделки. Известно, что в шести новых домах Ухты выявлены неисправности в работе газовых колонок. Они связаны с недоработками проектных решений. Варианты устранения проблемы уже прорабатываются. Проект решения надо предоставить до 30-го марта, при этом просчитав все финансовые затраты и определив их источники. Касается глава на совещании коммунальных вопросов. Сергей Гапликов призывает обслуживающие организации максимально добросовестно относиться к своему фронту, не прикрываясь формулировками договоров. Так в Ухте из-за отсутствия в документах пункта о вывозе снега местные дорожники только и делают, что счищают его, оставляя горы по обочинам. Чем больше вы будете делать, тем больше будет желания помогать. Поэтому от вас в первую очередь зависит то стремление сделать свой город чище, лучше и краше. А наша задача соответствующим образом вам в этом помогать. Но в первую очередь посыл должен быть от вас. Чтобы мы видели, что то, что помогает республика в целом для муниципалитета, оно в самом деле идет на пользу жителей. И ваша в этом плане задача – это адекватно, патриотично относиться к тому, чем вы занимаетесь. От вопросов коммунальных к социально значимым проектам в городах и районах Коми. Здесь глава рассчитывает на поддержку крупнейших предприятий, которые работают в регионе. Конечно, ваша помощь для региона крайне важна и, можно сказать, даже не оценима с точки зрения того, что мы сами решаем для простых людей, которые сегодня живут и смотрят на то, чтобы, конечно, власть была и совместно с крупным бизнесом решала вопросы на слушание. Ну а после диалог с мэром Ухты Магомедом Османовым. Городоначальник докладывает, как выполняются наказы жителей, которые ранее были озвучены в ходе общественных слушаний. Так, впервые за много лет бюджет выполнен с профицитом. Долгов по коммуналке и заработной плате в городе нет. Что же до благоустройства, этот вопрос сегодня, пожалуй, больше всего волнует ухтинцев, то власти в этом направлении сегодня прилагают максимум усилий. Если мы говорим о тех суммах, которые за последние 10 лет мы подсчитали, за 10 лет для ремонта дворовых территорий, дорог, которые за 10 лет было всего на всю плечено 90 миллионов рублей. Это абсолютно цифра, они совместимы с теми мероприятиями, которые надо было в городе проводить. Поэтому те средства, которые в этом году будут вам и выделены, я думаю, что это для города будет очень большой подспорь. Мы из своих финансов нашли порядка 60 миллионов рублей, поэтому планируется, что это порядка 200 миллионов рублей, которые мы вложим в этом году в город. Еще один наболевший вопрос. Состояние объектов социально-культурной сферы. Это школы, детсады и спортивные сооружения. По признанию городоначальника, сегодня складывается такое ощущение, что во многие из них годами не вкладывали средства. В результате крыши текут, фасад обваливается, вызывает опасения и инженерная инфраструктура. Объем работы большой и понятно, что разом все не сделать. Но в течение трех лет это реально. Есть еще ряд моментов, о которых мы с вами говорили. Это вопрос текущего ремонта, то, что происходит сегодня в школах, в детских садиках. И те решения, которые мы приняли на уровне правительства региона, выделить вам на благоустройство 150 миллионов рублей, я думаю, что, Магомед Магомедович, надо изыскать возможность при подготовке к новому учебному сезону решить эти вопросы. В основном это касается, в первую очередь, крови. Их отремонтировать, и так, чтобы у нас была устранена эта проблема. Среди проблемных также кадровые вопросы. У тебя не хватает специалистов в образовательной сфере. Обращает глава внимания и на поселок Водный. Здесь нашли решение по отоплению. При этом муниципалитет сам сыграл решающую роль, выступив партнером будущих инвесторов. Такой подход назван республикой правильным, и он должен служить примером и для остальных. Любовь Лапина, Николай Богданов, телеканал Юрган, Ухта.